Всех приветствую на канале Банковский. Сегодня мы будем устанавливать лучшую кредитную карту от банка Тинькофф. Ну, кто-то из вас скажет, что тут нечего устанавливать. Лучшая кредитная карта Тинькофф это Тинькофф Платинум. В принципе и сам банк это заявляет. И если поверхностно рассмотреть условия, это в принципе тоже видно и невооруженным глазом. Но я бы хотел вот этот момент поставить под сомнение, потому что, ну, сами понимаете, то, что хорошо для большинства, может быть плохо лично для вас. Потому что, ну, данная карта, она действительно содержит стандартные условия. Это и касается кредитного лимита, это касается наличия рассрочки, стоимости обслуживания, программы лояльности. Но, я еще раз говорю, для некоторых людей она может не годиться. Например, для тех, кто часто летает в командировке, для тех, кто, например, подсел на компьютерные игры, или для тех, кто часто заправляется на заправках, для них уже эта карта не совсем подойдет. Ну, да ладно, давайте посмотрим условия данной карты, на что здесь нужно обратить внимание. Ну, во-первых, то, что есть рассрочка до 12 месяцев без процентов. То есть, это как бы карта одновременно объединяет в себе две разновидности продуктов. То есть, обычная кредитная карта и карта рассрочки. Процентная ставка достаточно низкая, там идет от 12 процентов. И реально многие, опять же, судя по отзывам, получают процентную ставку от 12 до 14. То есть, это неплохо. Это говорит о лояльности банка, ну и вообще. Кредитный лимит до 700 тысяч. И если взглянуть на тарифы, мы еще и можем сказать, что карта эта имеет разделенный льготный период, так называемый. То есть, если вы берете, ну и совершаете обычные покупки по этой карте, у вас стандартный льготный период 55 дней. Если вы гасите кредиты других банков этой картой, тогда у вас льготный период до 120 дней. Вот это, конечно, интересно. Это, можно сказать, уникальное предложение. Ну и по процентной ставке здесь тоже. За покупки максимальная тут 30 процентов почти. Да, но редко кому устанавливают такую ставку. Это обычный человек уже где-то подпортил кредитную историю, либо что-то подобное. Какая-то экстраординарная ситуация. Для остальных там чаще всего идет в пределах 15-18 процентов ставка. За снятие наличных, конечно, дорого. От 30 до почти 50 процентов. Обслуживание карты дешевое. Ну и по программе лояльности получается 1 процент стандартный за любые покупки. А вот за спецпредложение банка получается от 3 до 30. И спецпредложений этих достаточно много. Соответственно, 1 балл равен 1 рублю. Дальше, если мы поговорим о других кредитных картах. Потому что у нас на карте Тинькофф Платину, конечно, свет клином не сошелся. Для путешественников лучше подойдут карты из серии Airlines. Они достаточно серьезные здесь в плане кэшбэка. То есть, до 10 процентов можно получить затраты на путешествия реально. И стоимость обслуживания 1890 рублей в год. Это обычная и премиальная 1990 рублей в месяц. Почему эти карты хороши для тех, кто путешествует? Ну, во-первых, там идет серьезная экономия на билетах. То есть, можно оплачивать милями до 100 процентов цены билета на любой рейс, направление и дату. Ну и, соответственно, если вы путешествуете в год минимум 3-4 раза, то эта карта обычная имеется в виду. Окупается легко. Если вы путешествуете как минимум раз в месяц, а такие есть, да, кто ездит постоянно в командировке, тогда для вас премиальная карта. Она 1990 рублей в месяц, как я уже сказал, стоит, но окупается при таких интенсивных, что называется, нагрузках. То есть, если вы пользуетесь ей хотя бы раз в месяц, она вам окупится. Если чаще одного раза в месяц, то еще лучше. Далее, Тинькофф Драйв. Для тех, кто постоянно за рулем, то заправляется. 990 рублей в год она стоит. И, соответственно, это лучшее предложение для дальнобойщика. Потому что вот эти все покупки связаны с запчастями, с какими-то расходными материалами, которые приобретаются на заправках, на бензин. Даже маркеты при заправках и то начисляется кэшбэк. И вы получаете гораздо больший кэшбэк, нежели если бы у вас была Тинькофф Платин. Для любителей компьютерных игр подойдет соответствующая кредитная карта. То есть, если вы приобретаете в играх игровую валюту, какую-то технику, то вы можете до 5% кэшбэком вернуть. То есть, получается, если траты достигают за 2-3 месяца 5000 рублей, эта карта вам окупится. Причем, окупится с определенной прибылью. А если вы тратите еще больше, например, 5000 в месяц, тогда эта карта вам принесет существенную прибыль. То, что касается карт S7, здесь тоже для путешественников они рассчитаны. И тоже они приносят достаточно приличную прибыль. Но в большей степени для тех, кто путешествует за рубежом. То есть, для полетов по России лучше выбрать предыдущую версию. То есть, обычную Air Lanes. И, соответственно, тогда вы получите больше прибыли. То же самое топливная карта Lukoil, карта Яндекс Плюс, Яндекс Про, Avon, Перекресток и так далее. Карт очень много. И каждая рассчитана для своего потребителя. Конечно, их лучшими по отдельности назвать нельзя. Но они оттаскивают на себя тех потенциальных клиентов, которые могли бы оформить кредитную карту Тинькофф Платинум. Поэтому, если у вас траты самые обычные, вы не увлекаетесь какими-то конкретными направлениями, компьютерными играми, автомобилями, либо там еще чем-то подобным, то тогда для вас действительно лучший вариант – это Тинькофф Платинум. Если же вы страстный поклонник каких-то увлечений, которые ниже представлены, либо вы часто в командировке летаете, тогда вам стоит рассмотреть другую карту. Для вас Тинькофф Платинум будет карта невыгодная. Если у вас какие-то вопросы еще возникли по данному ролику, пожалуйста, пишите комментарии, мы с удовольствием ответим. В описании к данному ролику вы можете найти ссылки на лучший финансовый продукт. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх, жмите на красную кнопку подписаться под видео, жмите на колокольчик и всего вам хорошего.